всем привет сегодня у нас 26 марта отличная погода в карелии плюс 7 что удили удивительно для такого времени года и вот мы опять приехали на дачу и делаем обзор нашего дома из арбалита явно видно он стал светлее сразу скажу снег внутри никто не чистил то есть снег лед все вот как было так оно и есть давайте посмотрим что у нас внутри за одну после обзора домика пойдем сходим посмотрим там соседи продолжили строить дом из бруса что тоже очень интересно но у нас те кто следил за предыдущим видео знают что происходило с домом всю зиму почему он зиму вошел сырой кому интересно посмотрите предыдущие видео в плейлисте именно по дому из арбалита ну а кто уже знает видит что снег у нас спал что у нас здесь лед вот уже понятно но самое интересное в предыдущих сериях все видели что вот здесь мы вошли у нас здесь веранда вот здесь были огромные ледники висели вот такие блины то есть видим что они отошли их уже не видно но опять же ребята да посмотрите сколько можно плюс 7 на улице и у меня такое подозрение у меня такое подозрение что арбалит вот эта вода внутри арбалита посмотрите в каждый она еще нет то есть все что снаружи были блямбы здесь здорово и они таяли но арбалит законсервировал воду получается вот то есть стены он даже трогаешь они теплые но внутри этот лед это просто он везде то есть арбалит как в холодильнике он получается это как лед под опилками если зимой снег засыпать опилками то его можно и в августе опилки разворошить и там будет лед со снегом получается арбалит сам хранит можно так сказать в себе то есть получается в качестве термоса арбалит работает данный момент в качестве термоса для льда очень интересно очень 26 марта 2 зима была очень интересная кто знает вот ветерок продувает вот если здесь проем на видим где проемы она и подсыхает причем на каждой заливке при каждой заливке вот видно что по-разному естественно трамбовалась я так понимаю страшного то нет ничего в этом то есть вот здесь больше монолита например на здесь вот оно структура немножко такая но на крепость на крепость это на крепости никак не сказывается и даже здесь вот где больше цемента попало или как это получилось даже вот по температуре они примерно одинаковы вот эти разные части ну то есть слои так а вот здесь у нас да вот термосок действительно вот тут блямбы тоже стали отходить эти но еще не до конца отошли до арболит это термос для льда вот пока он не высохнет на в каждой частичке везде очень интересно ну я приехал сюда чтобы как и обещал уже сейчас апрель то есть каждый месяц я приезжаю и снимаю снимаю смотрю что с арболитом арболит стоит да пойдемте посмотрим трещина трещина это была трещина в прошлый раз я смотрел что это такое на самом деле вот так и непонятно до сих пор хорошо мы дождемся когда она полностью высохнет обещает прогноз очень хороший на ближайшие две недели тут в целом плюс 7 плюс плюс это март это чудо какое такого не было никогда в жизни так что на данный момент дом стоит плита всю зиму испытывала вот такие запредельно водные нагрузки также посмотрим осталось совсем немного и самому очень интересно что же как вообще это будет выглядит когда вот все высохнет посмотрите вот оконный проем ветерок идет с поля оттуда и вот видите как как что-то тут немного цемента потрескалась но это ерунда все осталось немного ребята дотерпеть и и мы узнаем что же на самом деле как это у меня подозрение что арболит конечно выдерживает очень тут вот что-то коричневым стало интересно кота металл какой-то попал это или ржавчина или что на крепость это роль не играет смотрим какая красивая структура и штукатуре кстати штукатурить наверное милое дело арболит просто зацеп штукатурки будет колоссальный ни за что так не зацепишься наверно ну что дом пока жив здоров стоит как брестская крепость стены не рассыпались по крайней мере сейчас осталось вот нам дождаться чтоб побольше он был находился в теплой при теплой температуре то есть вот видим он и не крошится вот нету что там что-то он рассыпаться стал держится снаружи один нету а вот где закрытые помещение получается здесь у нас здесь у нас навести на сразу по-другому чувствуется холодно на холодильничек такой легкий нейро из арболита можно еще сделать в погребе холодильник будет вот он потихонечку стекает лед еле-еле тает так что так ну что теперь перейдем к соседям и взглянем на их дом из бруса противостояние двух стихий арболит и брус что лучше что-то ненадежнее что теплее и что быстрее что самое важное давайте подойдем и оценим продолжение стройки соседей соседей было стройки небольшая остановка и вот они продолжил продолжили кстати люди делают дом вдвоем мужчина женщины с рупом обошелся вроде 800 тысяч вот такой брус как он правильно называется не буду умничать строить они начали поздней осенью долго не везли этот домиком в итоге привезли уже конце ноября что ли и вот они вдвоем в чем тоже есть плюс ну стоимость 800 тысяч конечно ну тут каждому свое мы будем постоянно я буду снимать все это как он заведется под крышу приедут хозяева уже вместе обследуем его внутри то есть что у них получается как он выглядит как пережил зиму брус а брус конечно в сырости в такой хоть он и накрыт был но влажность очень велика у нас всю зиму дожди такие с полу заморозками непонятными так что вот так ребята ну уже должен дом по и получится симпатичным симпатичным молодцы вдвоем делают это просто супер так что вот так глянем с той стороны немножко внутрь сейчас не пойду следующий раз приеду к соседям будут здесь так с ними уже похожи вот так он выглядит вот так он выглядит с этой стороны хорошем месте конечно высота отсыпали они половину вот этой высоты они засыпали тут тон 400 или 800 они учета много так бухнули семь лет они отсыпали эту горку потихоньку каждый год вот она устоялась залили плиту в этом году и и осталось им уже в принципе тут немного так что будем ждать результатов и буду держать вас в курсе дела то есть что у нас будет происходить вот там с арболитом и с брусом из этого уже делать выводы что нам все таки нужно кому что ближе к душе заливать вручную дом арболит или то есть на данный момент как уже в предыдущих сериях я рассказывал он и хозяин рассказывал дома вошелся где-то в 300 тысяч и плита 150 450 тысяч плита 10 на 12 или или просто заказываем дом из бруса 800 тысяч рублей и плюс плита сколько ну тоже наверно так 100 чем-то вышло плюс арматура 150 на вернук то есть вот на данном этапе дом и и плита берем миллион вложений так это грубо и вот миллионы 500 тысяч то есть в половину в половину дешевле строить дом из арболита пока на данном этапе не знаю что будет дальше когда дом будет построен и что там штукатурка с одной стороны брус вот до собрал тут в принципе все красота чистое здоровье вставил окна двери принципе а дальше уже там чё хоть что и делай внутри гладко красиво можно вообще ничего не не заморачиваться с арболитом же надо будет обязательно что-то делать то есть или штукатурить или обшивать но позаниматься придется позаниматься придется и тут уже это уже будет продолжение новой части так что думаю пока на данном видео остановимся 26 марта следующее видео будет уже в апреле надеюсь уже снег сойдет если такая погода вот в карелии держится и мы уже оценим постараемся в полной мере увидеть что там как дом отдаст это все проморожено промерзшего насквозь пропитан водой пропитан водой просто по самой жести какую только можно придумать так что кому интересна эта тема подписываемся пишем комментарии что-то может я не рассказал задайте вопрос что-то может нужно дополнить то есть обзор сделать кому интересно какие-то моменты пишите я периодически приезжаю на дачу буду сниму на любую тему которая возможно в данном направлении и также по брусу если кому что-то интересно более подробно напишите расскажу покажу что смогу так что на этом всем пока подписываемся ставим лайки их до новых встреч